Уже почти все блогеры запилили на эту тему сюжеты, и я ковыляю в числе последних, чтобы внести свои 5 копеек в эту замечательную передачу на первом канале, которая вышла первый раз 5 февраля 2018 года и называется «Звезды под гипнозом». Почему я решил запилить на эту тему сюжет? Потому что я все больше и больше встречаю людей, которые верят всему, что говорят по телевизору. Если раньше по телевизору говорили про вирус Эболы, про птичий грипп, про свиной грипп, про многие другие гриппы, и люди верили, аудитория Первого канала – это миллионы человек, которые верят всему, что скажут по телевизору, и люди верили в эти всякие гриппы, потом, когда эти гриппы исчезли с лица телевизора, то люди даже не задумались, а куда же они, собственно говоря, и делись. Передача «Звезды под гипнозом» держится исключительно на вере зрителей. Только не на тех зрителях, которые приглушены в студию, они-то все понимают, что там происходит, потому что участвуют в этом съемочном процессе, а тех зрителей, которые смотрят по ту сторону экрана и верят тому, что происходит на этом самом экране. Мы посмотрим, как усыпляют запашного. Сначала гипнотизер говорит ему, ты будешь спать, потом, поддерживая его, ложит запашного на спину, на пол. Мы видим, что у запашного открытая брюха. Об этом уже, кстати, тоже много блогеров говорило. Через несколько секунд в новом кадре мы уже видим, что у запашного живот заправленный, что свидетельствует о том, что он сам себе заправил после того, как лег на пол. А потом произвели склейку такую, а народу показывают замечательную передачу, которую можно назвать цирком. Кто же ходит на эту передачу? Это звезды, о которых давным-давно ничего не слышно. Например, Глызин, например, Доминик Джокер, о которых последние 10 лет практически ничего не слышно. В этой же самой передаче, где усыпляли только что запашного, и он ложился на пол вместе с Домиником Джокером и другими звездами, если мы промотаем эту передачу в конец, то мы увидим, что их поставили в ряд, и сейчас гипнотизер их гипнотизирует всех. И спать. Глазы закрываются. Максимально полное состояние. Но они почему-то не падают, а имитируют то, что они уснули. А почему они не падают? Да потому что никто их сзади не держит. Они не могут свалиться на пол и не спалиться. Если тогда их поддерживали и укладывали на пол, то тут никто их не укладывает на пол, и они изображают то, что они уснули прямо стоя. В другой передаче цирк Тимура Родригеса и Джеффа Монсона. Тимуру Родригесу только что внушили, что он всю жизнь занимался боксом, он профессиональный боксер, и он должен выйти на ринг с Джеффом Монсоном. И когда ты откроешь глаза, ты будешь абсолютно уверен в том, что ты чемпион мира по боксу. Когда Тимур Родригес выходит на ринг, то мы видим, что у него удары смазанные. Я даже не говорю про поставленные удары, это все понятно, что Тимур шоумен, а не боксер. Но все равно мы видим, что у него удары слабые, и он просто машет руками. Все это поддается то крупным, то мелким кадрам, то смазанным кадрам. Чтобы не было видно, что Тимур просто так и машет руками. Он даже не вкладывает в удар 50 или даже 30% своей силы. Он просто машет кулаками. Но что самое интересное, что во вставке телевизионщики написали, что Тимур Родригес просыпается от звука гонга. И просыпается от гипноза, и начинает он убегать с ринга, как будто вот он проснулся. А теперь давайте почитаем, что же такое гипноз, и кто может поддаться гипнозу. Что такое гипноз? Это вызванные самовнушением или воздействием гипнотизера, возникшие спонтанно временное состояние сознания, характеризующиеся резкой фокусировкой внимания и высокой подверженностью. Первые группы лиц, на которых не действует метод внушения, это люди с сильными волевыми качествами, не допускающие стороннего вмешательства в свое подсознание. Если человек не хочет быть загипнотизированным, он станет думать о чем угодно, о футболе, о курсе валют, и тем самым не позволит провести гипнотический сеанс, не говоря уже о том, что на передаче много посторонних людей, света, шума, нервов, беготни, суеты. И абсолютно никакой расслабляющей обстановки на передаче не может быть. Как вы считаете, могут ли звезды быть слабохарактерными личностями? Тем более приглашают на эту передачу многих профессиональных спортсменов, боксеров. Могут ли они быть слабохарактерными? Ну, конечно же, нет. Слабохарактерный человек не может добиться таких больших высот, как звезды. Он не сможет добиться всего. Даже если ему дать связи, слабый человек со связями тоже ничего не сможет сделать. Поэтому они по определению не могут быть подвержены гипнозу. Мне непонятно, почему в этой передаче, когда этот маг гипнотизирует весь зал, то весь зал засыпает, но почему-то операторы не засыпают. Режиссеры не засыпают, Максим, Галкин тоже не засыпают. Почему это происходит, мне тоже не совсем понятно. Подписывайтесь на канал, оставляйте ваши комментарии, вступайте в паблик и добавляйтесь в другие. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok